Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Автор вопроса пишет, что ему 18 лет, что ему нравятся взрослые женщины, разница в возрасте большая, до 35. Есть те, кто действительно нравится, есть те, кто вызывает бурные чувства, пишет, что может по уши влюбиться и испытывает большое интимное влечение. При этом не чувствует к ним отношения как к потенциальным матерям, знает, что может быть связано с проблемами в семье. В семье отношения довольно холодные с матерью и с отцом. Живет автор вопроса, как будто один, ни с кем не считается, со словами матери, к матери и отцу какой-либо любви не ощущает. Знает, что может быть проекция, но не особо разбирается в этом. Просит помощи. Это нормально или это нужно лечить? Значит, пишет автор вопроса, что девушки, как бы, ровесники не интересуют. И вообще, молодежь неинтересна. Ценит в людях жизненный опыт, которого у молодежи мало. Среди них немного интересных людей. Очень редко встречаются. Вот. Ну, а женщины опытные, у них даже в глазах считается, что они знают, чего хотят. Автору это нравится. Так же, как и другие качества. Смотрите. Какая здесь ситуация. Во-первых, лечить, вот конкретно, лечить прямо, ничего никто не будет. Хотя бы по той простой причине, что мы, значит, мы психологи, не занимаемся лечением кого-либо. Психолог не лечит. Психолог помогает человеку лучше разобраться в себе. И я бы с точки зрения психологии не акцентировал бы внимание конкретно на ваших предпочтениях сейчас, по крайней мере. В силу того, что, как мне кажется, есть, я бы так сказал, некая, ну, некая, скажем так, проблематика есть, которая, на мой взгляд, скромная, связана, действительно, с вашими родителями, вот. И, на мой взгляд, опять же, то, что вы, ну, вот, как бы, вы пишете, да, что... Сами по себе вы пишете, что, там, вам как-то вот сложно воспринимать слова, значит, слова ваших родителей, вот, и что отношения холодные, значит, с ними, и прочее. Вот это, на мой взгляд, может быть проблемой. Это. Но не то, что вы описываете. Потому что, условно говоря, то, что вы описываете, вот именно, именно, вот, именно то, что вы описываете, может быть следствием. Может быть следствием. Ну, проблематики, которые вы описали. Вот. Но, понятное дело, ни в коем случае не первопричины. Как следствие, может быть то, что вы обесцениваете своих ровесников, в целом. Вот. Да, тоже может быть в общем следствием проблем в отношениях с родителями. И вот что, на мой взгляд, важно понимать. что решив, проработав, значит, проблему отношений с родителями, вы сможете увидеть, связано ли это как-то с тем, кто, кто или что вам нравится. или нет. Вот. Может ли это быть ваш выбор? То есть, ну, просто выбор. Да, ничем там не обусловленный, грубо говоря. Ничем не детерминированный. Да, может. Еще как может. А может ли это быть вот следствием проблематики, значит, в отношениях с родителями? Да, это тоже может. Это тоже может быть, к сожалению. И сказать вот так вам наверняка нельзя, ну, не обесценив при этом как-то вас, да, не обесценив при этом ваши чувства, собственные ваши эмоции, собственные ваши переживания, собственные и так далее. Невозможно. Это сделать невозможно. Вот. Поэтому, на мой взгляд, нужно только разбираться. И разобравшись уже вот с тем, что в вашей жизни, например, происходит, да, разобравшись с тем, как вы своей жизнью распоряжаетесь и так далее, да, вот, разобравшись с тем, какие у вас есть конфликты и противоречия, разобравшись с тем, например, что вы чувствуете, вот, допустим, там, к родителям, да, как и у вас, с, значит, с ними сейчас, ну, к примеру, отношения. Вот. Вот, разобравшись со всем этим, я думаю, что вы получите картину того, насколько нормально, ну, насколько нормально то, что вы описываете. Ну, Изначально, то есть, как бы, по умолчанию, по умолчанию, я бы не сказал, что есть, вот, ну, я бы не сказал, что есть, что-то аномальное в том, что вы описываете. Вот. Ну, изначально, изначально я бы не сказал, что есть, вот, что-то такое, прям, ненормальное, да, и, ну, отклоняющиеся от нормы. А, потому что, действительно, люди могут, ну, действительно, люди могут выбирать партнеров поставить, и так далее. Вопрос в том, не влияет ли это на их качество жизни. Вот. Вообще-то, это самый такой главный критерий. Того является ли это следствием, допустим, невроза, да, является ли это следствием, допустим, каких-то трудностей, или это, собственно, ну, свободный выбор человека. То есть, вот, это определяется, как раз, именно тем, как видоизменяется качество жизни. Поэтому, если ваше качество жизни в целом остается таким же, качество вашей, ну, если качество вашей жизни в целом не ухудшается, вот, то я не вижу каких-то причин для беспокойства. Но, с другой стороны, я вижу, что вы беспокоитесь. вас почему-то беспокоит все равно. Так или иначе. И вот это интересный момент. Чувствуете ли вы, ну, я не знаю, может быть, может быть, может быть, стыд, стыд какой-то, вы, ну, вы, как бы, замечаете, замечаете, например, да, что вам стыдно, или вы чувствуете, там, не знаю, может быть, еще что-то, да, какой-то дискомфорт, например, или что-то такое. Вот. Если это есть, с этим нужно работать отдельно. то есть, как вы, как вот вы сами понимаете, да, что как бы причинно-следственные связи, конкретно, вот, причинно-следственные связи, нет. Но есть проблематика. и эта проблематика, да, она может, она может беспокоить вас. Что, в принципе, что, в принципе, нормально. То есть, ну, вот, может быть такая история, что беспокоит вас. и вот, как бы уже, исходя из того, что вас беспокоит, да, можно работать. Вот. Я думаю, я думаю, только так, никак иначе. Поэтому вы себя, вен, больные люди не записываете, раньше, раньше времени. Вот. психологи не делят людей на больных и здоровых. Для нас все люди абсолютно, абсолютно являются здоровыми. Вот. Ну, по крайней мере, для, скажем так, для тех из нас, кто, кто занимается, ну, профессионально, да, своим любимым, любимым делом, и так далее. Вот. Поэтому вы не, ну, не торопитесь, пожалуйста, записывайте себя в, ну, больные. Вот. Всегда успеете. Как мне, как мне думать. Вот. вот. А, ну, если, прям, если, если, прям, хочется, да, например, что, обратитесь к врачу, да, к, психиатру, вот, к клиническому психологу, вам проведут обследование, вот, покажут, больны вы или нет. Но, на мой взгляд, это, вот, это вообще не нужно. На мой взгляд, вам это вообще не нужно. Вот. Это вообще, на мой взгляд, не ваша ситуация. Вот. А, при каком-то желании, да, найти у вас могут все, что угодно. А, вот. Даже то, чего нет. К сожалению. Поэтому, решайте сами, конечно, как вы будете действовать, решайте сами, как вы будете, ну, к себе относиться, вот. Но, на мой взгляд, ситуация выглядит именно такой. Ну, как я ее, как я ее описал. На этом, пожалуй, все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Надеюсь, что мой ответ был вам интересен, я желаю вам удачи, я желаю вам всего самого доброго. Обращайтесь за помощью, будем рады вам помочь. логике. Продолжение следует... Продолжение следует...